Так как это вечерний макияж, вообще тональную основу рекомендуется наносить. Я вам показываю две тональных основы. Это очень классная основа, называется она Adaptive. Она из серии Giordani Gold. Кто-нибудь пользовался? Хорошие отзывы, да? Очень хорошие. То есть она достаточно такой недорогой ценовой категории по сравнению с люксовыми, например, брендами. И очень достойная по своему качеству. Как подобрать тональную основу? Кто знает? На руку. Если на руку, то на какое место? На какую сторону? На тыльную. Почему? Потому что там свет совпадает с кожи. А еще? С этой стороны кожа может загореть, а с этой она будет более естественной. И тональную основу, если вы на лице тестируете, то ее нужно тестировать вот здесь, на скуле. Поэтому мы сейчас даем возможность Кате подобрать тон лица. Ты можешь на ручки влиять? Сними, сними, чтобы не запачкать. На руке. Значит, я сразу говорю, что слоновая кость, это светловатый тон, то есть он такой универсальный, нейтральный, так скажем, да? Ей бы надо тон еще стемнеть. Попробуй, пожалуйста, вот этот натуральный беж. Каким образом? Сейчас я вам еще покажу, как косметику отличать хорошего качества от плохого. Вот смотрите, косметика идет без упаковки Арифлэм, без слюды. Обратите внимание, что во всех тональниках, во всех туалетных водах есть воздушные пломбы. То есть, если вам принесли косметику, и вы нажали разики, у вас уже выдавилось, значит, кто-то ей уже нажимал до этого. То есть, обязательно должна стоять воздушная пломба, пломба, вы несколько раз будете нажимать, и у вас с первого раза не получится. Это правильно, потому что еще замок есть специальный. Так, сейчас у меня живот, открывается носик. Так, не тут, а вот тут. Ну, вот видите, а то нальет только, достань. Давай, давай, работай тут. Так, вот. Значит, это много даже ты выдавила, да? Так, даю вам сейчас тестировать и тот, и другой тон. То есть, начинаете отсюда, для того, чтобы вы могли подобрать. Можете полоску одну, полоску вторую нанести, потом все сотрете, здесь у нас специальное средство есть. А? Можно пробовать, можно пробовать, да. Пожалуйста, тестируйте, пробуйте пока время, чтобы не терять. Так, ну, давай, растираю здесь. Да, уже. А, ты много? Да, я вот уже растянула. Так, и вот смотрите. Ну, давай, потри, потом уберешь лишний раз. Потому что много выдавила. Вам одной капли на 3-4 человека хватит, на экономичную очень. Ну, вот, посмотрите. Значит, обратите внимание, видно? Не видно. Это о чем говорит? Подходит. Подходит, потому что она обязательно должна быть в тон лицо. Тональную основу лучше даже не руками наносить. Ну, дома руками, конечно, да, можете. А лучше наносить еще кистью. Вот основу под макияж и тоналку. Так, вы нам выдавите, пожалуйста, тональное бежевое, которое. Там неча бешеный, бешеный. Есть еще светлее слоновые кости. И есть темнее. Есть еще и золотистый бежевый. Очень красивый вечерний такой свет. Кто любит, кто будет там автозагарой, кто любит позагорать поярче, например. Так, теперь смотрите, как правильно пользоваться. Значит, мы выдавливаем сначала на руку. Катя, ты будешь у нас сегодня ассистенткой. Значит, мы выдавливаем на руку. Вот, смотрите, я выдавила. Теперь мы с руки, точно так же крем наносится, базы, все тональные основы. Теперь мы с руки берем и наносим на лицо. У Кати очень красивая кожа. Понимаете, ей много не надо. То есть чуть-чуть ее буквально, и то можно даже вообще бы ей не наносить. Но для правила, да, мы сделаем. Так, значит, то же самое все по массажным линиям. Обратите внимание, что мы не задеваем область под глазами, вот эту вот, где у нас синие обычные округи. Вот эту область мы тональной основой не задеваем, потому что есть специальное средство, которое наносится. Видите, не хватило, берем снова. И вот такими мазками. Значит, что важно? Важно промазать веки. Это важно. Тональной основой, да? Значит, можно взять еще специальные такие, вот такие вот средства, типа грунтовок там разных, да? То есть можно веки, специальные средства, чтобы тени там дольше держались и так далее. Ну, я всегда тональной основой делаю. Так, что еще важно? Важно обязательно губы. То есть на губы накладывается тональная основа тоже. Еще губы надо так посильнее. Как вы думаете, зачем? Чтобы помоем держаться. Да, и? Заранее. Заранее. Знаете, иногда бывает, вот, ну, природа дает такое, а губы не на месте. Вот как взлокате, все на месте. А вот бывает, что хочется или вверх немножко их поднять, или вниз опустить. И вот тональная основа, она как раз дает возможность начертить потом контур, как вы хотите. Так, ну вот, видите, мы тоналку нанесли. На что обратить внимание? Так, Катя, мы тебя сегодня всю измажем. На что обратить внимание? Носогубные складки обязательно. То есть вот эти складочки обязательно промазываем. Значит, у нее хорошо нет вот этих ртовых еще, да, вот как у меня, например, да, ртовых складок у нее нет. Значит, не забывайте про веки. Значит, и не забываем еще про что? Про шею. Ну, про шею мы уже поговорим. Про шею. То есть обычно, как девчонки молодые красят, вот до сюда, да? Ну, иногда бывает такое, видите, да? То есть обязательно мы мазками, не надо всю шею замазывать, как маляры, значит, обязательно очень легкими мазками мы вот эту шею, вот так вот делаем, такой плавный переход, а еще румянами потом это будем делать. То есть вот таким образом шею все промазываем. То есть мы совсем немного нанесли основы Кати, потому что у нее идеальное лицо, видите, никаких не прыщей. Это еще говорит о том, что у нее нормальный тип кожи, что ей всего достаточно. Кожу не стягивает после умывания, нет. То есть вот видите, это идеальное состояние кожи. А почему идеальное? Потому что внутренние органы работают в нормальном режиме, в рабочем, то есть никаких нет проблем. Потому что вы знаете, как только с почками проблемы, что происходит? Мешки под глазами, да? И сколько бы их не замазывали, пока вы не решите проблему с почками, да, ничего не получится.